Айдер Муждабаев, журналист, наш давнишний товарищ, человек, который оказался на правильной странице истории, человек, которого многие все эти годы не хотели слушать, читали его радикалом. Ну как же можно говорить, что Третий Российский Рейх будет разрушен? Сейчас Айдер Муждабаев является одним голосом из общего хора. Его предсказания, увы, на глазах сбываются. И надеюсь, что сбудется это, которое я сейчас процитировал. Айдер, можешь отрефлексировать насчет того, что понятно, не ты, не я, не военные эксперты, но то, что происходит в Белграде, ты видел пылающие нефтехранилища. Действительно, украинские вертолеты могли поразить эту цель. Я подозреваю, что здесь может быть все намного сложнее и опаснее, если это какая-то провокация со стороны РФ. Привет, Питер, привет твоим зрителям. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, который называется Айдер Муждабаев. Хотел это сделать в конце, но да, друзья, потрясающий Ютуб-канал Айдер Муждабаева. Подписываюсь под каждым словом. Спасибо, Айдер. Так, далее. Слава Збройным Силам Украины. И, отвечая тебе, спасибо, что такой образ привел. Я действительно всю жизнь пел вторым голосом в школьном хоре. Вот сейчас просто приятно слышать, видеть, как даже западные, даже немецкие политики прозрели. Прозревают, ну или прозревают, да. Но и про журналистов я уж не говорю. Но если мне вчера звонят люди, которых ты знаешь из форума «Свободная Россия», из Вильнюса, ну, дороче нормальные люди, и говорят, ты не против, если в заголовке будет слово «Рейх». Я говорю, да вообще-то я предлагал вам это последние восемь лет. И, наконец, уже у меня спрашивают, а вы не против «Рейха»? Нет, я против «Рейха», но я за слово «Рейх», потому что вещи надо называть своими именами. Теперь про Белгород. Начну с того, что Белгород довольно комфортный, неплохой, зелененький город. Я думаю, что Украине он впоследствии не повредит. Это действительно украинская территория. И он реально на картах украинской территории был всегда. И действительно там до Харькова, я почему знаю это хорошо, потому что я часто, когда жил в Тамбове, еще давно-давно, я ездил как раз через Белгород-Харьков. Это был самый короткий путь в Крым. И прекрасно помню. Недалеко там, в принципе, на танки можно доехать довольно быстро, когда вся эта террористическая армия с мокрыми портками побежит. Я думаю, украинские танкисты, а также другие родовойска, вот и может нефтебазу им починят, наконец, потому что руки-то не из жопы растут. Что касается... Я отвечу вот в том духе, таким образом, который я приветствую сейчас. Это как вот Байден. У него что-то спрашивают, а он такой отвечает такими общими фразами. И так по-доброму смотрит. Они, наконец, поняли, западники, что в гибридной войне и информация должна быть гибридной, и дипломатия гибридная. И отвечать преступнику нужно тем же. Что-то не так. Кто-то курил у вас там, кацапы, рядом с заводом. Курил-курил и докурился. Это о вреде курения. Значит, дальше, я думаю, что подобные случаи нарушения техники безопасности будут происходить в разных местах. И не надо клеветать на каких-то диверсантов, на вертолетчиков. Зачем? Это вы сами. В принципе, любое событие, нужно смотреть его корень всегда. Напали на Украину, вот у вас и в курилке непорядок. В голове непорядок, и в курилке непорядок, и везде насрано. И в магазинах насрано. И чеки вам не будут на бумаге теперь выбивать. Будете на фанерке записывать себе все. И все будет очень так, как вы мечтали. А при чем тут Украина? Это вы сами хотели. Ну вот, получите. Я поздравляю жителей Кацапии с тем, что они начинают получать ровно то, что заслуживают. А дальше будет больше, будет красивее. Будут фейерверки. Будут, значит, утренники и ночники. Ставьте горшки рядом с кроватью. Потому что можете не добежать в свой туалет на дворе. Вот в эту деревянную дырку, на которую по статистике, петь, чтобы ты знал, ходят до сих пор по центру 25 населения этой великой непобедимой империи. Вот такие вот дела. Поэтому, когда солдаты этой террористической армии видят благоустроенный унитаз, их первое желание украсть, обнять. Сначала, конечно, этот унитаз, потому что не всегда, ну, с дыркой так не получится, очевидно. Ну вот, обнять этот унитаз, потом его вырвать с корнем и увезти тещу, ну, как я куневидуль показать. Вот такие у них представления о мире. Ну вот, теперь и у мира правильные представления об этом виде первобытных людей, которые возвращаются. Мы наблюдаем сейчас фильм «Собачье сердце», вот где доктор Барменталь по просьбе профессора Преображенского возвращает Шарикова в его изначальное природное состояние. Вот так. Слушай, ну, как всегда, можно раскладывать на цитаты и вот кликбейтно так вот выставлять все твои фразы, Айдер, почему тебя так и любят, собственно, журналисты и медиа, и не даром. Айдер, то, что ты сказал, действительно, абсолютно соответствует действительности. Вот многие сейчас обращают внимание, когда задаются вопросом, в том числе западные военные эксперты, которые предрекали падение Киева за 72 часа, там, ну, максимум 90 часов с чем-то, почему так произошло, почему такая непонятная армия, почему так плохо экипирована, почему такая низкая дисциплина. Да, собственно, армия не может существовать в отрезе от народа, от глубинного народа, от вообще формы правления, от того, которая была выстроена или так перфекционирована за последние 22 года. Вот это всего лишь маленький средство того, что в целом имеет место в России, в том числе, конечно, ужасающая коррупция, которую, опять-таки, русские сейчас пытаются подменив понятие, обвинить украинцев в коррупции, назвав нашу власть, властью наркоманов и коррупционеров, а на самом деле это продолжение отзеркаливания того, что на самом деле тем, чем грешат они. Ну, это же абсолютно очевидно. Айдер, скажи, пожалуйста, вот, ты недавно перепостил пост нашего общего товарища, друга Борислава Береза, который намекает, что, ребята, сказки сказками, он намекает на выступления, в том числе, некоторых наших официальных лиц, не будем называть по именам, но успокоителей главных Украины. На самом деле это все хорошо, и роль, наверное, это тоже важна, но война навряд ли скоро закончится. Есть сакральная дата, вот с предыдущим коллегой Сергеем Дувановым об этом говорили, дата 9 мая, и вот она сакральна, и нужно объявить какую-то победу. Что сейчас, думаешь, будет пытаться сделать Путин, и сможет ли он эту победу продать, и какая она может быть? Продать населению, так называемой Российской Федерации, можно абсолютно все, что угодно. Да, вот, поэтому вообще, вообще тут нечего анализировать. Путин может, удастся до чего угодно, опять же, нечего анализировать. Человек, который живет в ядерном бункере, может захотеть, по крайней мере, сделать все. Другое дело, насколько реалистичны его фантазии, а его фантазии все больше расходятся с реальностью, и это тоже все наблюдают. Да, вот, что касается, я думаю, что вот как только Украина победит в этой войне, нужно будет и вообще в мире, во всем провести иллюстрацию эксперта. Вот при слове эксперт должны звучать какие-то короткие, звучные шаги психиатра, потому что 90, наверное, 5% экспертов, как западных, так и, к сожалению, наших, которых я слышал на протяжении последних там 8 лет, несли абсолютную лабуду. И также, я думаю, конечно, иллюстрации должны подвернуться разведке мировые, в том числе американские. Ну, если, ну, то есть, как бы тут, знаешь, это вот если с медициной брать аналогию, значит, как бы их, значит, им сказали про насморк, а они ампутировали ногу, да? Ну, вот уровень компетенции такой же. То есть, люди не видели ничего, не слышали ничего. Ну, я скажу, я тоже там не самый умный человек на земле, прямо скажем, но какие-то объективные вещи надо было учитывать, да? Они не учитывали ничего. Что значит, вот, когда человек встает и говорит, я не ожидал полновасштабного нападения со стороны России. Давайте остановимся на этом месте и подумаем. Накопление войск началось в апреле прошлого года. С тех пор он войска оттуда Путин не выводил с этих мест, да? Он только добавлял туда, да? И если ты называешь себя экспертом, военным, политическим, каким угодно, если ты на протяжении практически года отрицаешь очевидное, то ты не эксперт, а идиот. Значит, вот туда, в эту папочку и твое личное дело перемещаем. Если ты, это я уже про украинских некоторых экспертов, которые повторяли слово в слово российскую пропаганду. Если ты за две недели или за неделю до начала новошадной войны, которая для меня была вообще очевидна, я просто не считал, я не знал точную дату, конечно. Но пишешь, что Байден нагоняет на украинцев панику, чтобы выиграть какие-то выборы демократической партии промежуточные в Конгресс. Значит, ты из папки эксперты перемещаешься даже не в папку идиота, а в папку полезные идиоты. А после дополнительной проверки Службы безопасности Украины в папку, наверное, агенты. И вот эту всю иллюстрацию, всю эту работу нужно будет нам с тобой обязательно провести, потому что мы этой херней не занимались. Мы старались говорить правду и говорили правду, по крайней мере, насколько могли себе ее представлять. А шарлатанов, это, знаешь, как в приличных странах, в них нет, допустим, колдунов, лицензии на колдовство или лицензии на предсказания и так далее. Вот как-то нужно какие-то лицензии выдавать, проверив то, что уже было. Не может каждый называть себя, извините, свинья называть себя журналистом. Не может каждый, кто умеет открывать рот, называть себя экспертом, в чем бы то ни было. Это придется доказывать и как-то лицензировать своей предыдущей деятельностью, экзамены какие-то, я не знаю, сдавать. Но, по крайней мере, надо к этому стремиться, потому что, я думаю, что во многом проблема нашей общественной, я скажу так, неготовности к войне, общества в целом, неверия в ее начало, игнор очевидного, именно в этом виноваты прежде всего медиа. И те люди, которых медиа запрашивали, приглашали в гости. Просто украинский народ дезинформировали. И это, ну опять, к медицине, это как если бы в месяц лечения людей бы травили в больнице, а потом в морг отправляли. Или хроническими заболеваниями выписывали домой. Это прямая вина, и я думаю, что после нашей победы я обязательно какой-то создам совместно с тобой, с кем-то еще, какой-то комитет по очистке. Знаешь, вот как опять из собачьего сердца. Только очищать мы будем не от котов, как занимался, не от собак, как занимался Шариков, а будем очищать от черных ртов, от людей, от шаловливых язычков, да, от людей, которые врали, причем отрицая очевидное. Я думаю, что это сильно, это вообще должны все СМИ поддержать, трезвые, да, привести у себя иллюстрацию таких людей. И, но если кто-то будет, кто-то думает, что у кого-то короткая память, то нет. И все, кто врал украинцам, будут, по крайней мере, морально и профессионально наказаны, это точно. Но уж дальше глубже копать, это уже не наше с тобой дело. Айдар, ну вот сейчас, возможно, нужно делать это аккуратно, но вот возвращаясь к теме вот месседжника, которую мы слышим от украинских официальных лиц, вот так обтекаемо сказать, то есть ты доволен всем, что ты слышишь, или ты считаешь, что тоже... Да, я доволен. Я вообще считаю, что... Время войны, то есть это надо как-то, ну, мозг всосать, да, и там закрепить где-то всем нам. Я это постарался в первые же дни и сделал. Чем меньше наши официальные лица вообще говорят, и чем они более обтекаемо говорят, тем лучше. Вот это откр... Ну, посмотри, просто есть несколько фронтов, и они очень сильно друг от друга зависят. Это вот как грани на стакане. Они один за другим идут и друг друга продолжают. И медийная война, психологическая война, она, это тоже фронт, это тоже такие две грани, да, из общей грани. Конечно, основная, основная, самая большая грань это фронт реальный, да, где происходят реальные события, не виртуальные. Но сопровождать их должно в известной мере и молчание, и изуалирование чего-то, и даже где-то, ну, без, как бы, излишнего оптимизма дебильного, но где-то и общество и успокаивает нужно, и настраивает на нужный налад. Вот опять очень тонкие настройки, тут нужно не перегибать ни в какую сторону. Ну, и в принципе, ну, в принципе, я вот слушаю сейчас, что говорит Зеленский, меня абсолютно все устраивает, что он говорит, да, и больше того, меня устраивает все, что он не говорит. Вот это еще лучше, да, и я бы вообще рекомендовал всем вести себя максимально как главнокомандующий, и я уверен, что вот в практическом смысле главный человек в Украине, это генерал Валерий Залужный и его окружение, значайшие интеллектуалы, боги войны, да, и вот они делают, а говорят очень мало. Вот так и надо, потому что любое слово оброненное, любая ругань в адрес своего, да, это все берет на вооружение пропаганда российская, они это рассылают, значит, по пабликам, они вот эти зачем-то сказанные слова про какие-то 15 лет для Крыма, зачем люди рот открывали, все равно этого ничего не будет, да. Они устроили трехдневный марафон зрады, да, но я понимаю, что ты пиарщик там по профессии, что тебе нужно что-то говорить там и так далее, но вот я считаю, что Зеленский же до войны и сдал указ, что комментировать могут два человека, ну вот пусть два и комментируют, три, точнее, Шмыгаль, Кулеба и он сам по внешней политике. Зеленский ничего подобного не говорил, все, что он говорил абсолютно правильно. Зачем заниматься этим словоблудием, но если хочешь, ну скажи это соседу своему, там же супруге своей, зачем трясти нацию в момент, когда она должна быть максимально собрана и вот ни одного лишнего слова не надо во время войны, да, и просто поддерживайте армию тайно и явно, да, волонтерьте тайно и явно, на медийном фронте тоже делайте все, что можете тайно и явно, да, тут любые средства хороши, кроме бесчеловечных запрещенных конвенциями типа химоружия и биологического, да, а все остальное можно и эффективность, как бы эта война, это самая медийная война в истории человечества, такой не было никогда еще, да, и здесь вот очень уязвимый этот медийный фронт, я призываю всех, вот кто посмотрит эту программу, вообще везде буду призывать, всех журналистов, руководствоваться минималистами, имеют такими принципами информационного минимализма, вот так, это очень важно, это надо просто вот вставить себе в голову этот чип и завести такой профессиональный принцип, если можешь молчать, молчи, если от твоего комментария не изменится судьба человечества, не комментируй ничего, вот закрыл рот, рабочая невеста убрана, вот, и вот ваши интеллектуальные какие-то там позывы, они реализуются в узкую кругу друзей, и зачем их выносить на всеобщее воззрение, ваше желание кого-то обматерить, да, из своих, я имею в виду, оно вполне реализуется в закрытой комнате или, допустим, в личных сообщениях, как вы видели, скандалы там между волонтерами, политиками, публичными, надеюсь, больше этого никогда не будет, да, такие войны не выигрываются в хайпе, вот, войны выигрываются на поле боя, и они выигрываются в головах на самом деле, да, и вот то, что курили непонятные люди, прокурили нефтебазу белгородскую, я думаю, что эти курильщики будут дальше гастролировать по различным городам Российской Федерации, так называемой Республики Беларусь, вот и хорошо, вот и замечательно, вот и промолчали, полюбовались, передали другим, все хорошо. Знаешь, мы говорим с тобой, даже сейчас на ходу приходится переформулировать некоторые вопросы, вот по поводу, знаешь, последние несколько дней комментируем очередной раунд переговоров в Стамбуле, вот что, какие могут быть уступки, и вот этот вопрос, да, мы говорим про уступки, это же сразу же ассоциация с 15 годами этими, Крым и так далее, и ты задумываешься, а есть ли у нас поломочия об этом говорить, то есть ты вообще в целом отвергаешь такую постановку вопроса, обсуждение сейчас в украинском обществе, тех уступок, на которые Украина все-таки должна будет пойти, потому что, ну и западная пресса, опять-таки, так или иначе, Украине нужно будет договариваться и, возможно, идти на painful concessions, такие вот, знаешь, болезненные уступки. Я предлагаю спросить готовности на уступки руководства и бойцов, солдат и офицеров вооруженных сил Украины. Это единственные люди, с которыми я, которых я не обсуждать, я с ними ничего обсуждать не буду, я им просто благодарен и все, по гроб жизни, мнение которых об этом я хотел бы услышать. Среди этих бойцов есть и крымские татары, я просто, многих знаю, не могу называть, у всех родственников Крыму, и там этим занимаются ФСБшники, да? Вот, и только мнение воюющих людей меня в данном случае интересует. И больше ничьё. Это первое. Второе. Все забыли, как господин Пинчук, ныне великий патриот Украины, в 16-м году призвал договориться с Россией, отдав Крым в аренду на 50 лет. Ну, видите, как ценник-то сбился уже до 15, я так понимаю, да? Вот. Это я к тому, что кто уже помнит эти слова? И я всерьёз это сейчас переговоры вообще не хочу обсуждать и объясню, почему. Не потому что я там какой-то сноп там или что-то боюсь каких-то тем. Всё очень просто. Я посмотрел на состав российской делегации. Ну, вот если бы Путин во главе этой делегации отправил вот этого какого-нибудь клоуна, циркового, я бы более серьёзно относился к её полномочиям, эти делегации. Потому что Мединский – это уровень фрика, фрик уровня Милонова, если кто-то знает про такого, да, дегенерата. Это фрик уровня Захара Прилепина какого-нибудь. То есть таких людей, когда включают в состав государственных делегаций, это сигнал такой. Я не хочу ни о чём договариваться, я просто пускаю пыль в глаза, я блефую. И просто для меня, человека, который знает тот Кумединский, да, он был, грубо говоря, начальник прачечной, да, он в Министерстве культуры там чем-то заправлял. Причём, я, насколько помню, каждый день, он начинался, вот каждый день в газете, где я работал, начинался с какой-нибудь дебильной цитаты Мединского, которую комментировали в духе психиатрии исключительно. Вот, поэтому состав делегации говорит о том, что Путин ни о чём всерьёз договариваться не намерен. И все договорённости с Путиным, значит, они могут быть только с разрешением руководства вооружённых сил Украины. И больше, которые на самом деле сейчас являются и руководством страны, руководством сопротивления, центром сопротивления. И только они знают цену всему. Ни мы, ни ты, ни я, никакие переговорщики ни с какой стороны цену этому их борьбе, их жертвам не знают. Поэтому вот это всё цивильное обсуждение таких вещей, я просто его игнорирую. Я просто знаю, что ни о чём договориться с Путиным не получится никогда. Его придётся, как бы ни хотел этот Запад или кто-то ещё, его придётся побеждать. В Крым, конечно, обязательно, это по факту, я просто говорю, как оно будет. Крым будет освобождён методом вхождения туда, сбройных сил Украины. Сроки я не знаю, но оно так будет точно. И, ну, просто я не люблю лишние болтовни и лишнее восстанавливание воздуха. И даже если сейчас, грубо говоря, вот сейчас даже подпишут на 15 лет, хотя Путин уже сказал, я вообще Крым не обсуждаю, это вообще о чём разговор. Но вот даже если представить, что это правда, и даже если подпишут на 15 лет, в серьёзных договоров с Россией не будет. И Украина в условиях, когда часть её территории вероломно оккупирована, она абсолютно не обязана никакие договоры эти соблюдать. Эти все любые договоры можно рассматривать лишь как какие-то тактические вилши в период войны, как военную хитрость. Всё, больше ничего. И никто в Украине не закинет ни соблюдение никаких-то вот этих дебильных договоров, чисто военных хитростей. Потому что все понимают, что брутальное нарушение всего произошло в 2014 году в Крыму. Всё. А всё остальное – это борьба Украины разным способом за справедливость и за весь цивилизованный мир. Поэтому я считаю, что в интересах тактических можно всё. Опять же, с разрешения солдата, офицера, генерала и главнокомандующего вооружённых сил Украины. Если они не согласны, то ничего нельзя. Но в любом случае, что бы ни случилось, окончательно будет так. Окончательно просто украинская армия освободит и Крым, и Донбасс. Вот и всё. А в идеальном случае в составе войск коалиции украинские войска войдут в город Геморрой Москву. И это совсем не фантастика, просто, ну, наверное, когда началась вот эта фаза Второй мировой войны с битвой по Саленградам и так далее, никто, наверное, не думал, что придётся Берлин брать. А как это пришлось? Да? Ну, просто логика заставила. Эта логика, она действует как магнит. Хочешь ты этого, не хочешь. Но, как бы, история такая штука, с ней очень сложно спорить. Айдар, и последний вопрос по поводу, вот уже ты говорил про необходимость люстрации, в том числе и СМИ, и западных, и наших, и экспертной среды, и военных экспертов и так далее. Вот, хотел бы, чтобы прокомментировал твое заявление о том, что призыв к властям Латвии лишить аккредитации в ЕС Медузу, которую ты назвал гибридными русскими пропагандистами, ссылаясь на некое вот очередное журналистское преступление со стороны их, о чём была речь, собственно, можешь прояснить? Что сейчас, в момент активной, полномасштабной фазы войны, нападения России на Украину, эти гибридные журналисты заказывают какому-то автору своему или там чужому, но неважно, публикуют на своём ресурсе, находящемся на территории Европейского Союза, в Латвии, который почему-то этот ресурс пишет себе на лбу, что он какой-то иностранный агент, то есть он говорит, что он в Латвии российский, что ли, агент, или что? Ну, просто бредятина какая-то, да, находиться в ЕС и жить по закону Русского Рейха до сих пор. Ну, я даже это опускаю, бог с ними, как бы, если люди хотят себе на лбу рисовать какие-то там буквы, ну, это в жёстком порно где-то я видел такое, да, вот, в ранней молодости. Но я тебе хочу сказать, что они, они берут и публикуют материал о том, как обычно происходят войны братских народов, и публикуют материал, где про войну сербов и хорватов, ну, мы знаем, да, сербская нация тоже хотела империю свою иметь, хотела подавлять славянцев, хорватов там и всех остальных, вот, ничего не вышло, получили тряпкой с саной по мордам своим великославянским, великосербским и отползли, да, вот, и мировое сообщество в этом помогло. Что они делают? Они возрождают термин «братские народы» и, как бы, переводят эту войну, обсуждение опять в ссору какую-то на кухне, вот, братья поссорились, да, и они это подают читающей публике на русском языке во всём мире. Они локализуют эту войну, эта война третья мировая, Украина стоит на пути Путина грудью, защищая весь мир, а эти манипуляторы специально сводят всё к какой-то ссоре братьев, к какой-то внутренней войне, вот, этой российско-украинской, то, чем они занимались всегда, я просто помню, я за ними давно наблюдаю, да, я думаю, что наберётся порядка ста моих таких зафиксированных публикаций о «Медузе», как они манипулировали общественным мнением, самые такие интересные моменты, как, например, они в году в каком-то, в 16-м, я тоже этот скриншот давал, написали, типа, какой-то материал дали, что опрос какой-то там подверстали, что русские неплохо относятся к украинцам, украинцы там, часть неплохо к русским относятся, и пишут, нас перессорили в политике, народы остаются братьями. Я это тогда ещё заметил. И они возвращаются к этой теме, в таком извращённом, гибридном виде, даже сейчас, на 30-й какой-то там, они когда-то, в какой-то день полномасштабной войны, фактически геноцида, уничтожение украинского государства и нации, такая цель Путина, да. А потом я ещё вспомнил, как какой-то материал был у них, их много просто было, где они тоже вот, где, ну вот вдумайтесь просто, да, они, находясь в Латвии, защищают русскоязычное население. То есть тот самый тезис, который Путин использовал как казус Белли против Украины и может использовать против Латвии, Эстонии и против кого угодно. И это повторяет газета, русский язык ущемляется в Латвии, повторяет газета, издание, находящееся в Латвии, получившее вид на жительство в Латвии, да, и разрешение на работу на территории ЕС и в Латвии. Это не диверсия, это что? Они создают медийный фон, который потом используется в пропаганде, которая потом перерастает в бомбардировки Мариуполя, Харькова, Сумы, Чернигово. Это прямая причинно-средственная связь. Если это полезные идиоты, то им просто надо, грубо говоря, морду набить, да, и выкинуть их обратно в свою Москву. Они, кстати, ездят в Москву, по крайней мере, до последнего момента, в Москву, на реале, как просто, как на выходные, да. То есть отработают против, значит, Путина, а потом к Путину, значит, билет на самолет, и все комфортно, хорошо, да. Вот почему-то я туда не могу поехать, ты не можешь поехать, да. Березавец или кто там еще не может, не могут поехать. Что случилось? Какая между нами разница, да? Разница ключевая. «Медуза», как и «Эхо Москвы», как и «Новая газета», всегда были использованы Кремлем для своей гибридной политики. Там агентуры, если это не все проект ФСБ прямо от начала до конца, то агентура там каждый второй, да, как минимум. И точно все редакторы – это абсолютно агенты влияния Кремля по факту. Я это утверждаю, и я смогу аргументированно доказать свою особую точку зрения, свое «my opinion» в любом суде, потому что есть конкретные примеры того, как они работали синхронно с российской пропагандой. Это было и во время Чемпионата мира по футболу, когда они всеми силами давали понять, там такие были публикации. И вот весь мир в Москве, посмотрите, Москва цветет, это, значит, вот объединяет, Россия объединяет всех. Россия… Они создавали имидж, цивилизованность. Они, короче, на вот это окровавленное лицо людоеда, который тогда уже жрал людей в Крыму, на востоке Украины, в Сирии, они надевали маску цивильности, маску, пиджачок и галстучек на него лепили. И они продолжают сейчас. И про… Ну, там были такие вещи, и их очень много. Я просто все не буду вспоминать, но властям Латвии следует и спецслужба. Это я на полном серьезе говорю. Война, она другая логика в войне. Требуется допросить всех этих людей. Узнать, когда они последний раз были в Москве, что они там делали. Проверить на детекторы лжи и так далее. Потому что то, как они работают, как они подают информацию, это очевидно игра мозгами людей. Хватит, доигрались уже. И, ну, просто это уже совсем опасно становится. Уж тем более для Латвии, где там чуть не 40% населения, так называемого русскоязычного. Хватит заигрывать с этой публикой, хватит давать им для гибридных спецопераций площадку и убежище. Ну, просто хватит. Ну, это глупо было. Вот и все. Друзья, вы услышали слова Айдера Муждабаева. Серьезное очень обвинение в адрес той же Медузы. Но знаете, после того, как Айдер сколько раз, уже подтверждена история, был прав по поводу истинного лица Путина и России в отношении Украины, я думаю, что стоит об этом задуматься. И также, что касается предостережения Айдера каким-либо обсуждением переговорного процесса и так далее. Есть, как сказал Айдер, два человека или три человека. Это министр обороны, министр страны дел и президент Украины. И они должны делать подобные заявления. Айдер, спасибо тебе. Как всегда, помог нам прочистить наше сознание, расставить точки над «и». Айдер Муждабаев.